В 1989 году в Москве, в Зеленой Николаевной, мы впервые договорились о том, что старая школа – это очень плохо. В Москве было время буйных экспериментов, и мы тоже сделали свой эксперимент. Он назывался «Школа творческого развития личности через изучение стихии культуры». И это была другая школа, к нам приходили разные родители, и анализируя то, чего они хотят, мы выработали определенный язык. И родилась вот такой термин, он чуть более поздний – теория уровней абстрактного интеллекта. Деятельность человека можно описать формально. Если у вас простая деятельность, то у нее маленькие номера. Если сложная деятельность, то у нее большие номера. Но всего номеров восемь получилось. Я возьму тоже две карточки. Это также, как в музыке есть ноты, ими можно записать любую музыку. То есть также любую деятельность человека можно описать формально, и это дает повод для обсуждения, анализа и каких-то прогнозов. Так вот, давайте посмотрим. На каждой карточке есть на одной стороне, не на обеих сторонах. Есть номера от нуля до восьми. Это восемь уровней. От одного до восьми. Основные от одного до восьми. Но иногда мы используем то, что ниже первого нулевой, то, что выше восьмого – девятый. Но вообще от одного до восьми. Эти восемь уровней сложности по номерам имеют пиктограммы. Точка, паучка, видите, с другой стороны. Стрелочка, много стрелочек. Это процессор, много процессор. Так? Плоскость или карта, и много карт. Кубик или система, и много систем. Вот когда вы что-нибудь изучаете, то у вас в поле внимания сначала ничего не может удержать, потому что все в ноге. Постепенно оно начинает удерживать все более и более сложные структуры. И вот открытие состоит в том, что человек не непрерывно совершенствуется, а вот этими скачками. То есть сначала вот ничего не понятно, потом вы ухватили один объект, потом второй, потом третий, но это только второй уровень. А потом они выстраиваются в линейку. Это третий уровень. Потом вы видите одну линейку, вторую, третью. Это четвертый уровень. Потом у вас появляется такая картинка, что вы по ней можете ходить вправо-влево. Это плоскость, да? И тут появляется у вас свобода. Вы можете открыть одну из карточек, ключевые фразы. Значит, первый уровень. Это мое. Вот маленький ребеночек. Раз. За погремушку. Это мое. Или за конфетку. Это первый уровень. Следующий уровень. Много объектов. Эти уровни прослеживаются в самых разных вещах, в том числе в развитии ребенка. И, грубо говоря, каждые три года надо переходить на следующий уровень. От 0 до 3 одна игрушка схватил и держит. А дальше из нити уже нужно заполнять все пространство. И конструктор начинает расползаться по комнате. И мы заполняем все игрушками. Мы осваиваем пространство. Это второй уровень. 3 до 6 второй уровень. А дальше человек идет в школу, в стандартную школу и учит читать, писать, считать. Это все линейные деятельности. Потому что он может удержать процесс. А если глядете и раньше, процесс рассыпается. Бух вы знаете, слово сложить не нужно. А в какой-то момент раз, и мозг созрел, и третий уровень актуальный. Вот когда мы в 89 году это просчитали и поняли, что вся школа стандартная на этом заканчивается. Мы подумали, ой. Потому что человек дальше должен делать более сложные вещи. А его на линейной деятельности держат вплоть до ЕГЭ. То есть он должен знать план решения и по этому плану пройти далеко, далеко, далеко по линии. И все. И больше ничего не нужно. И с точки зрения этики, посмотрите. Это мое, мы хорошие, они плохие. Это этика второго уровня. Вот здесь хорошо, а там плохо. Здесь светло, а там темно. Черное и белое. А третий уровень, да? Вот мне написано, кто сильнее, тот и прав. Потому что есть вертикальная шкала. И каждый хочет быть выше другого. Показать, что он самый-самый умный. Обмен угрозами все время. Это третьего уровня логика. Вот мы какие крутые. Это третьего уровня. Это советская школа. Вот она наплодила вот это. На самом деле, это прослеживается и у ребенка. Но это прослеживается и в истории. Откройте картинку с пирамидками. И посмотрите. Другое дело, что в обществе не один уровень ведущий. Один ведущий, к нему еще два, и тогда трое, три уровня держат картину. Ну, например, нарисован один-два-три античной античности. Кто главный человек в античном городе? Воин, герой с мечом. А кто рядом с ним? Земледельцы. Афины – это республика земледельцев свободных и воинов. И они имеют право голоса. Есть еще рабы. Так вот рабы – первый уровень, земледельцы – пространство – второй уровень. И воины, которые сильнее всех – это третий уровень. Вот вам античный город государства. Конечно, там есть еще более сложные вещи. Но в какой-то момент эти более сложные вещи запрещают, осуждают. Сократа приговаривают к смерти. Один век длится вот этот расцвет всего-навсего. Аристотель вынужден бежать и так далее. Потому что общество имеет свой акцент. И это акцент третьего уровня. Кто сильнее, тот и прав. Это весь античный мир на этом построен. Дальше в нем вызревают какие-то новые тенденции. Ну, скажем, два-три-четыре… Тут грабли, конечно, нужно было что-то другое нарисовать. Но два-три-четыре… Мы обычно на них наступаем. Это средневековье. Потому что четыре – это священник. У него параллельные процессы. Дворянин-воин – это три. И крестьянин, прикрепленный к земле, как правило, – это два. Вот это следующая эпоха. То есть, когда эпоха движется, что происходит? Происходит накопление более высоких, более умных людей. В какой-то момент происходит щелчок. Эти умные люди становятся не маргиналами, а ведущими. И вот дальше возникает парусник. Три-четыре-пять – это возрождение. Потому что пятерка – это тот, который видит плоскость. Он говорит, а я хочу вот сюда поехать. Вот один. Аналогия еще из одной области. Вы учитесь водить автомобиль. Один раз за руль схватились – и все. Это руль. Это первый раз я съем в кресло, когда водитель. Вот я так себя чувствую. Потом смотришь – одна педаль, вторая педаль. Тут еще какие-то ключи к зажиганию. Там много объектов. Еще не поехал. А вот когда знаешь, в каком порядке включать, то можно поехать по прямой линии. Это третий уровень. Дальше начинаешь поле внимания немножко расширять. Тут справа одни люди идут, справа другие и слева другие едут. Четвертый уровень. Но это еще не свобода. Это параллельный процесс. И вот когда поле внимания расширится до всей плоскости, он начинает понять, что тут можно повернуть направо, там можно повернуть налево и поворачивать. Вот свобода появляется только на пятом уровне. Давайте откроем картинку личности другую. Нет. Это рано еще. Кто сильнее, тот и прав. Ключевые фразы. Четвертый уровень – это ролевая система. Параллельные процессы – это ролевая система. Мир такой. А средневековое общество – это ролевая система. А возрождение – это свободный человек. Он сел на корабль и поплыл. Поэтому тут парусник. Три, четыре, пять. А дальше оказывается, что одна плоскость – это мало. Потому что я-то маршрут проложил и проехал. Но если я более умный, я могу во мне проложить несколько маршрутов и сравнить их. Для нужной мощное поле внимания, которое держит разные маршруты. И выбрать лучший. И тут начинается наука и теоретическое мышление. А почему, спрашивают. Почему этот маршрут самый лучший? Ответ какой? Посмотри, сравни, посмотри. Но чтобы сравнить, надо видеть поле внимания, которое держит много плоскостей. И действительно, да, лучше. Это шестой уровень. И это не просто капитализм ранний, да, возрожденческий. Но это правовое государство. Потому что шесть – это тот, который думает, а потом делает. Это ученый, это теоретик. Он доказывает. Это юрист, который по закону и в суде доказывает, что так, а не иначе должно быть. А то, что это нарушение и так далее. Но рядом с ним… Ну вот что такое завод, да? Это, скажем, вот тут нарисованы автомобили. Что такое автомобили? Это инженеры, которые проектируют, оптимизируют, все рассчитывают и объясняют, почему так, а не иначе. Ниже стоят менеджеры, а ниже стоят квалифицированные рабочие. Шесть, пять и четыре – это современное машинное производство индустриальное, да? А дальше начинается непонятка, потому что вы выходите из этой плоскости раз и в третье измерение. И начинается вот компьютер, а дальше у нас планшет нарисован, да? Это следующая эпоха. Вот индустриальное общество заканчивается там, где заканчивается классическая наука. Эйнштейн уже не классическая наука, квантовая механика уже за пределами, да? И это уже двадцатый век. То есть пять, шесть, семь – там изобретатель становится главным. Это следующая эпоха. Это постиндустриальная. Не индустриальная, а постиндустриальная. Но и этого тоже мало. Потому что весь двадцатый век наизобретали, а оно теперь срывается. То есть человек на восьмом уровне должен этим как-то управлять. И если вы посмотрите, ну вот есть сеть, да? Сеть – это такое изобретение. В этой сети выходят люди, вы выходите в сеть, и рядом с вами в одном форуме люди из разных стран, и у них другой бэкграунд, и вы должны с ними договариваться. Потому что на восьмом уровне человек может держать много систем. Если шестой уровень – это моделирование чужого знания как однородного своему, я математик, и вот математик, и вот математик, и я им доказываю, и они со мной соглашаются, хотя могут и проверить, и усомниться. Но на восьмом уровне это моделирование чужого знания как неоднородного своему. То есть я понимаю, что я, допустим, там, белоамериканец, а он, там, индейец Навахо, у него другой, за ним стоит другая культура, и я понимаю, что его культура самоценна. Вот когда американцы не просто там помничтожали, а стали восстанавливаться, не только культуру. Например, восстановили, например, волков, которых истребили. И восстановился этот биоциноз, который был исторически в Центральной Америке, в Северной Америке. Они восстанавливают вот это уважение к системам как к самоценным, другим, разным, нужным – это восьмой уровень. Если вы сегодня хотите сейчас сложные проблемы, да, вы можете по-простому решать, но это будет в прошлое время. По-сложному, вы сами должны держать это в поле внимания и коммуницировать с разными науками, с разными взглядами, с разными взрослыми детьми, и это гармонически сочетать. Но это восьмой уровень. Тут, правда, еще должен быть написан девятый, который для нас просто – это свободное владение. Потому что восьмой он просто видит. Он видит, что этому плохо, он видит, что этому больно, он видит, что там надо срочно что-то делать, менять подгузники, но он должен принять решение быстро. И это уже не совсем восемь. Восьмь слишком много видит и тормозит по этому. А девятый он успевает понять, кому можно помочь, чем промокать прямо сейчас, а кому завтра, а кому помочь нельзя. Это что касается описания того языка, на котором я предлагаю вам анализировать мир, историю, развитие ребенка. Девять, двенадцать, пятнадцать. Почему начинается конфликт в школе? В старой, обычной школе. Потому что линейная деятельность в двенадцать лет уже совершенно неинтересна. Ну, совершенно. Когда ребеночек делает проект на одного – это еще линейная деятельность. Он сам. А когда он говорит, я хочу в команде, а это уже двенадцать лет – это норма, извините. А если ему нельзя, если сам никуда не подглядывай, ни у кого не списывай – это, извините, нарушение его внутренних программ. Программы развертываются, а мы их блокируем. Нельзя этого делать. А дальше тинейджер, пятый уровень. А я так хочу. А я хочу попробовать. А дальше шестой уровень. А почему? Объясните. Зачем это нужно? Так все делают. Не годится. Значит, в чем главная стратегия? В том, чтобы видеть, какой уровень у соседа и давать ему плюс-минус один. Потому что сотрудничать только с соседним уровнем. Если он говорит, я так хочу – ладно, подумай. Вот ты сейчас прыгнешь с крыши, дальше ты ломаешь ноги и лежишь в больнице. Нравится? Не нравится. Поэтому сначала подумай, шестой уровень с пятым кооперируется. А если нельзя и по второму уровню можно – нельзя, ну, конечно, конфликт. Конечно, можно там чего-то предотвратить, но это простое решение. Оно не развивает сложные функции. Вот. Тут есть еще одна картинка, которую мы не посмотрели. Это иерархи низшей стратегии. Это, собственно, почему эта миферная шкала делится на такие ступеньки. Потому что в обществе существуют солдаты, офицеры, генералы – как бы один тип управления. Ученики, учителя, ученые – другой тип управления. Это существует и все время возникает. И эти люди занимают определенные ниши. И в этих нишах существуют определенные правила, определенные понятия, определенные способы мышления. Первый, третий и пятый уровни – это уровни солдата, офицера, генералы. А второй, четвертый, шестой – это уровни ученика, учителя и ученого. И это накопленный опыт, который группируется такими узлами. Когда вы идете, вы с одного узла перескакиваете на другой. Потому что это уже есть в языке, это уже есть во всяких там комментариях, науках и так далее. Но этого мало, потому что дальше возникают сверху. Странники – это люди, которым мало. Они хотят в одной, а у них столько энергии. Это называется статические, статические, динамические. Статические – вы учились там, допустим, на учителя и учитель. Учитель, 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 учитель. Все. А есть люди, которым этого мало. Они учатся. Вот он учитель, вот он написал учебник, вот он уже все понял и пошел изучать другую науку. Учить второе образование, третье образование, четвертое образование. Это странник. Так что седьмой, восьмой уровень – это когда люди странствуют. Один, три, пять, семь, два, четыре, шесть, восемь. Но деваться некуда. История такова, что задачи вокруг, да, что должен иметь человек, который этим владеет. Он должен, во-первых, бить уровень того тех, кто рядом. Во-вторых, уметь дать уровень такой, который копируется с этим партнером, да, чуть выше, чуть ниже, плюс один. И третье – бить уровень задач, которые стоят здесь перед нами. Вот задачи выставлены. Седьмой, восьмой уровень. Новые технологии все время появляются, сверху падают, да, на нас. Деваться некуда. Седьмой уровень. И люди разные сами приходят, и надо с ними договариваться. Это восьмой уровень. Эта задача объективна. Если мы можем это отвечать на эти запросы, значит, мы успешны. Но, по крайней мере, должны видеть уровень задачи, уровень участников, которые пришли решать эти задачи, и собственный уровень. И как-то это все сочетать. Ну и, как бы, последний аккорд в этой малой, в этом малом эпизоде. Школы. Вот тут я нарисую, потому что это штука от 3-х летней давности, а в запросе жизни они нам диктуют вопросы, и мы должны на них отвечать. Школа 1 действует. Давайте я сейчас перевожу, понимаете, что такое означают эти цифры. И теперь вам будет легче понять то, что я сейчас скажу. Значит, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Значит, школа 1, индустриальная, существует в диапазоне 2, 6. Плохой вариант, ну, это глупый вариант 2, 3, 4, когда глупый ученик просто знает, что можно, что нельзя, и не нарушает. Ученик поумнее, там, бежит впереди всех и лучше всех выполнять задания, а учитель рассказывает по учебнику, что нам, значит, в едином учебнике государственном написало наше родное правительство и, значит, ведущая наша коммунистическая партия. Значит, это 2, 3, 4. Ну, можно побыть поумнее конструкция, когда учителю разрешено некоторое экспериментирование, да? Дети умные уже могут рассказать своим ученикам, соседям, как-то их чему-то научить, а глупый ученик все-таки тянется и все-таки чего-то достигает. Ну, и самый умный вариант, это когда у вас приходит профессор из университета со спецкурсом, а тут все-таки какие-то эксперименты учителя, а тут дети, которые все-таки в командах что-то такое делают. Это умный вариант, но все равно он находится в этих периодах, потому что здесь все ограничено, творчество ограничено уже готовой наукой. Приходит человек, знающий, как правильно решать дифференциальные ограничения, и вас этому учит, но на высоком научном уровне. Вот. Нас сегодня интересует не эта модель, а модель школа 2. Вот. То, что мы видим здесь, в этом замечательном пространстве, оно простирается вот так. И специально, скажем, если мы говорим о тьютерстве, то это с восьмого уровня по пятый. Потому что свободное решение принимает ребенок, я хочу к этому тьютеру, я хочу вот этот предмет, и его никто не спрашивает, почему? Ну хочется человеку. А тьютер, родитель, специалист по науке и психолог вместе обеспечивают вот это вот движение, оно восемь, мы понимаем, что там у ребеночка другое, особенное. Восьмое, вот эти уровни, это тьютерство. Если мы говорим, скажем, ну вот тут какие элементы в этой школе. Классно-урочная система, классно-урочная система, это вот это вот, 2, 3, 4, потому что 2 это жесткое пространство, 3 это жесткое время, и 4 это жесткие роли учителей. Значит, вот классно-урочная система, 3, 4, 5 это бальная оценка, потому что он бежит впереди, учитель может как-то импровизировать здесь, но тут существуют какие-то критерии, как оценки ставить. И 4, 5, 6 это предметно-тематический план, когда наука говорит, как надо правильно преподавать, расписывает, и учитель четко выдерживает этот план, который задом сверху спущен. И расписывает в журнале там каждую девочку, как оно и положено быть. Это замечательная конструкция, нас интересует другой, у нас едут тьютеры. Вместо содержания у нас будет, значит, у нас вот есть несколько комплексов, 3, 4, 5, 7, 6, 5, 4, один комплекс, и условно 6, 3, другой, и 2, 5. Вот там, где у нас пространство, 2, оно не жесткое, четвертое, оно 5, по пятому уровню, с импровизацией. А с сегодняшнего дня у нас пространство от Гарри Поттера, и мы его переделываем, а потом оно еще какое-то. То есть, и у нас вот эта вот система гибкого пространства-времени, вот этот термин я сейчас просто сказал, раньше было немножко по-другому. Гибкое пространство-время покрывает со второго по пятый уровень, а с третьего по шестой у нас покрывают проекты. Потому что третья есть цель у проекта всегда, но ее надо организовать лучшей группой, принять там какие-то решения свободные по ходу, и обосновать, что вы сделали правильный выбор. Доложить, презентовать, чтобы все поняли, что ваше решение было оптимальным. А есть еще группа 4C, когда вы занимаетесь содержанием, я называю это сеть знаний. Вы должны на седьмом уровне самое научно-передовое, вот прям свеженькое журнало научного, вытащить, вписать это в науку и дать это содержание, чтобы кому интересно, чтобы он это узнал, понял и подключился. Вот эти блоки, они дают совершенно другую картинку. Это модель, которую надо строить, ну и которая отчасти воплощена. А это модель, которую все знают, любят, но она позапрошлый век. Так, конец первой части, ваш вопрос. Прошу вас выйти, мы классно все уложили, если так сказать. Мы сработали, так сказать, на уран. Пожалуйста, коллеги, смотрите, тут очень хорошо было, да, были определенные элементы интерактива. Мы все-таки не просто слушали, да, то есть как мы могли там соотнестись. Пересниматься. Картишки. Да, картишки пересниматься. Ваши вопросы по сказанному выше. Да, а во-вторых, самое главное, что так или иначе, вы наверняка накладывали то, что говорилось, да, на какие-то ваши уже существующие модели. Потому что сидящие здесь все, как минимум, так сказать, где-то так приближающиеся от девятого до восьмого, да. Поэтому, пожалуйста, вопросы, вот, как бы, может быть, даже с позиции вашей модели, да, как это соотносится. Попробуйте соотнести, пожалуйста. Мне очень интересна корреляция с моделями Греймса, моделями Кеггана, Ланчеллер. Греймс, замечательный автор. Какие годы жизни? Не, середина, 20-го века. 1914-1986. Значит, эта штука была придумана, ну, не совсем такой формулировки, в 89-м году на материалах детей и родителей той школы, которую мы делали в Москве. Я писал какие-то статьи в интернет, что-то выкладывал бумажно, лекции. Да, лекции прочитанные в Москве, потом приписывали неизвестному автору. Я встретился потом в Москве с людьми, которые, значит, нашли меня как этого автора, оно вышло в книгу «Как лестница странников». Есть даже такой сайт, люди, связанные с коммунистическим движением, это использовали, ну, вот, не могли вспомнить автора. Я с ними встретился, и это одна волна. Значит, книжка вышла… Теперь она называется «Лестница Якова», да? Да. Книга, впервые в Москве вышла книга в 2005-м году. Люди стали это читать, и в 2006-м году, в декабре, в конце года, мне один читатель пишет в форуме читателей о том, что, оказывается, есть такой Грейвз, Клер Уильям, который похожую вещи писал мне, правда, в 86-м году. Я ничего о нем не знал до 2006-го года. И действительно, я стал это копать, действительно, значит, феноменологически уровни Грейвза совпадают с тем, что здесь описано. Феноменологически. То есть Грейвз наблюдает, что да, здесь люди думают о пространстве, что здесь они борются, значит, кто сильнее, тот и прав, что здесь у них ролевая система. Номера у него есть, но это называется сегодня «Спиральная динамика», хозяин этого времени Грейвза и его учеников, и, да, есть школа «Спиральной динамики», они работают с организациями, налаживают там взаимодействие и так далее в организациях. Но у Грейвза нет многих вещей. У него нет, во-первых, поля внимания, которое здесь, и нет у него вот этих меньше стратегий. А это позволяет понять механику и поэтому применить не только в наблюдаемых поведениях этих людей в обществе, но и в поведении детей, но и в самых разных вещах. То есть это позволяет вот эту формулу не просто увидеть там, где она описана уже Грейвзом, а увидеть в самых разных местах и сочетать еще и с другими вещами. Есть еще такой Кен Уилберг, интегральный подход, можете встретить, но он, на мой взгляд, берет Грейвза и сильно портит, берет еще другие модели и механически их сливает в одно, от этого все портится. Но это мое такое субъективное мнение. Во всяком случае, просто очень сильная личность Кен Уилберг и очень немного последовательная, но то, что он говорит, это скорее его харизма и многие вещи, да, можно сказать, но это как бы превращается в некоторую религию, скажем так. Поэтому я, вот, по сравнению с Грейвзом, мне кажется, что материал несколько испорчен. Но это мое субъективное мнение. В самом случае, такие школы есть, спиральные динамики и рядом интегральный подход, но реально сливаются иногда нет. Это в чем-то совпадает, но механика внутренняя прописана так подробно, что вы можете этим пользоваться в большем числе областей и с гораздо большим эффектом. Я, кажется, закончу. На самом деле это замечательно, что я всегда, например, радуюсь, когда какие-то мои придумки совпадают с чьими-то придумками. Это означает, что мы, идя из разных, так сказать, изначальных позиций, да, приходим в одну единую вот эту точку. Значит, эта точка правильная. Не случайно кто-то забрел, так сказать, и заблудился, да. Значит, поэтому, ну, опять же таки, здесь у меня есть такая тоже определенная метафора. Консервный нож, да. На самом деле, есть разные модели консервного ножа, но главная их задача всех – открывать банки. Если у вас просто консервный нож, который можно поставить и влюбоваться, он банки не открывает, он бесполезен. Поэтому вы можете принять любую модель, да, в принципе, выбрать эту модель или ту, которая вам ближе, понимая, что существуют и другие модели, которые тоже открывают вашу консервную банку. Вот, и, скажем, применять по назначению, ну, когда, как удобнее, нужны и больше. Значит, первая задача – отличить то, что было, от того, что должно быть. Да. На самом деле, вполне логично этому, ну, действительно, у меня есть своя какая-то модель, но она… Не завозна, в некотором смысле. Да, другая. Которая, на самом деле, абсолютно не противоречит этому, что, собственно говоря, мы и пытаемся вот в нашей школе… Мы, сразу хочу сказать, мы еще, так сказать, школа полтора, так сказать, это самое, не один, не два, а полтора, да. То есть мы сейчас вот в этом прыжке, так сказать, между вот этой школой и вот этой, да, да, мы уже летим. То есть мы уже там отрывались, а сюда еще не приземлились. Поэтому, ну, по крайней мере, пинок, так сказать, начальный, так сказать, нам дети задали, и мы вот сейчас в полете, да, и вот надеемся, что… И считывают это, и требуют это. Да, приземлились без потерь, так сказать, здесь, и уже тогда будет действительно вот в полной мере вот эта школа реализована. Сейчас, пока нам приходится лоббировать между теми требованиями, которые нас… Ну, зажимает государство, и мы имитируем для государства школу один максимальным образом, но для себя мы уже понимаем, насколько вот это важно и как это должно быть по-другому. Хорошо, давайте у меня есть… А, еще, да, пожалуйста, Кришна. Можно, только вот у меня такой более практический вопрос, да, не из академических вопросов. Вот когда мы говорим о каких-то школах, там, 2-го уровня, там, или такой вот, там, школы Афина, у нас всегда стоит вопрос отбора детей для этой школы. Да. То есть, следовательно, только есть какие-то дети, которые могут или, там, легко воспринимают идеи, а есть какие-то дети, которые, там, в силу разных обстоятельств находятся на третьем, четвертом, у них семья на татом и так далее. И вот тогда мы строим не отдельную какую-то школу, где мы набираем детей, преподавателей, создаем корпоративную культуру и так далее, а когда мы говорим, там, о практических механизмах, там, ну, масштабированные, да, потому что все-таки… Вопрос. Закончите, я начну отвечать. Вы же вопрос, наверное, знаете. Нет. Нет, нет, я… Как масштабировать этот вопрос? Каким образом масштабировать при абсолютно разных начальных… Скажу. Значит, первое. Первое. Когда ребеночек рождается, кианино выходит с завода, у него есть все клавиши. Знаешь, какой дядя настойщик с молотком и вышибает лишнюю клавиши? Вот так работает. Плохая зима образовательная. Ну, вот. Значит, если в семье… Интуитивно чувствует, что все должно быть развитое. Раскрываются не все, но многие способности. И есть, конечно, органические дефекты. Я знаю человека, который рос и застрял между вторым и третьим уровнем, получил травму мозга в детстве. Да. Но надо понимать, что это существует. Но семья имеет какой-то свой диапазон сегодня. И если к вам приходит в школу Афины человек, который ему говорит, что это очень надо, значит, он понимает, что вот это он в другом магазине не купил, только в этом. Да? Он приходит за этим товаром. А если он не понимает, то, что он не видит тогда, и только это, тогда ему дать ему чуть подешевле. И он выбирает то, что подешевле. Поэтому, конечно, для существующих родителей с разными диапазонами должны быть разные магазины, разные школы, где они получат тот демон, который ему нужен. Это первое. Поэтому, конечно, стабильное старое должно быть какое-то время. Ну, будет, да. Тогда просто ваша школа – это элитная школа для элитных детей. Не надо. Не надо про элитных детей. У меня в Фейсбуке расписано несколько программ, что он делает государственное государство. В частности, надо работать с родителями. С молодыми родителями надо объяснять, как ребеночкам играть, что с ним, чем, как с ним заниматься. И это должно быть работа с взрослыми, которые с детства стараются не повредить клавиши. Она должна быть в новом государстве, а в программе. Это молодые родители, которые хотят взять эти знания, и тогда они будут бережно относиться к тому, что у ребеночка раскрывается и это, и это, и это. Это важно. Сегодня, по старой методике, очень многие вещи запрещаются, блокируются, и тогда они не выросают, и тогда они не разворачиваются. Если все время на вопрос, почему отвечает по тону, то шестой уровень не возрывает. Хорошо. Давайте и так далее. Здесь есть вопрос по пониманию, что есть элита. Я, на самом деле, с вами согласен, но элитность не означает обязательно драговизму. Да, да, да. Ну а как? Либо мы здесь говорим, что здесь элита находится, либо здесь элита, где-то на каком-то краю. Вот, но если мы говорим... Вы не на том уровне напишите, что это элитность делали. Нет, нет. Понятно. Да. Тут же... Хорошо. Я... Так, давайте поблагодарим. Спасибо. Еще вопросы? Может, еще вопросы есть? Вопросы в минуту? Хорошо. Так, все.